Их ругают, над ними смеются, но при этом их читают, смотрят, обсуждают, их знают. Блогерство уже признано современной профессией, но по-прежнему считается, что заниматься блогерством легко, зная, снимая все, что под руку попадает, и выкладывая в интернет, ума не надо. Но каждый, кто в профессиональных целях ведет личную или коммерческую страницу в социальных сетях, знает, что блогерство – это труд. Труд, кропотливый, требующий энергии и больших эмоциональных затрат. Поговорим сегодня о блогерах, как о людях, которые тоже имеют право на личную жизнь. Мама, как всегда, с телефоном. А я блогер. Я к этому привыкла. Ну подумаешь, но это же не сложно. Он сейчас отдыхает, а ты – нет. Нам все равно, что ты вещаешь, мы смотрим на тебя. Какая же крутая у вас мама. Ну, про других блогеров не могу сказать, живу с одним. Какие проблемы могут быть? У тебя никаких проблем нет, у тебя же деньги есть, ты же блогер. Ну, я блогер тоже, если что. Мне все нравится. Привлекательность блогера в открытости. Подписчики имеют возможность следить, как он ест, спит, отдыхает, как строит отношения с близкими. Но в этом же опасность. Семья блогера становится заложницей его профессии. Алексей, у меня, наверное, сразу вопрос к себе. Насколько то, что делает Наталья, тебе мешает в жизни? Хотелось ли как-то ограничить ее блогерскую активность? Само по себе блогерство началось до нашего знакомства и, соответственно, до брака. То есть ты женился уже на блогере? Я уже женился на блогере и, соответственно, это все ворвалось в мою жизнь внезапно. И как-то к этому более-менее спокойно. Мы друг друга, она моей работой, я ее особо не касаемся, но при всем при этом помогаем друг другу по возможности. А как ты можешь помогать Наташе в блогерстве? Тот же самый водитель отвез, привез, где-то помог, где-то сфотографировал, где-то посоветовал что-то. Какие-то нюансы из интернета я черпаю, даю темы для будущих роликов. У нас вот так сложилось, что незаметно друг другу мы помогаем и стараемся не мешать друг другу. Но вот ты человек земной профессии, понятный всем людям, водитель. Тебе не было странно то, что делает Наташа? Вот все время снимает, зачем это нужно? Ну, когда ты понимаешь, что это род деятельности, который приносит доход в семью, соответственно, здесь только положительные эмоции и, соответственно, помощь. И даже основная Наталина работа как бы уходит на второй план. И при всем при этом в семье становится намного интереснее и с отдыхом, и с работой. Наталья яркая личность, и нам как-то помогает. Мне интереснее жить с блогером, чем была бы вот эта рутина ежедневная. Дом-работа, работа-дом. Наташа, вот Алексей упомянул, что он тебя иногда фотографирует. Я знаю, что для всех блогеров это всегда предмет шутки. Как меня сфотографировал мой муж? С короткими ногами, с перекушным лицом, без одной руки. В основном, да. Но именно в нашей семье предмет шутки – это другое. То есть все мои блоги во всех социальных сетях любят моего мужа, а не меня. То есть, допустим, я снимаю для себя привычный ролик, либо фотографию, пост. И говорю, вот я поехала на съемки. Да, мне будут писать, мне будут лайки ставить, комментарии, еще что-то. Но стоит мне фотографию с Лешкой выложить, идут просто миллионные просмотры. Идет хейт за счет разницы в возрасте, потому что у нас разница в возрасте 16,5 лет. Далее идет хейт по поводу внешности. Люди очень любят чужую личную жизнь. И стоит кому-то оставить комментарий, и за ним идет цепочка других комментариев. Наверное, это обидно. Ну, от натуры человека еще зависит. И я как бы как человек спокойный, я к этому отношусь спокойно. Любые вот эти хейты, всякие непристойные предложения поступают в комментариях и тому подобное. Ну, я не обращаю на это внимания. Акцентирую на этом внимание, я сделаю только хуже ей. А когда я на это не обращаю внимания, и она спокойно это все переживает. То есть ты относишься к блогу как к работе? Правильно, понимаешь? На счастье, да, конечно. И к хитрству просто как к какому-то особенности этой работы. Ну, она, да, особенности этой работы. И просто, ну, как можно меньше обращать на это внимание, не акцентировать. И все будет хорошо. Мешает ли тебе то, что Наташу узнают везде? Мне мешает, что ее не везде узнают. Хотелось бы, чтобы больше узнавали. Да, да, вот. И я, как бы, иногда чувствую такую долю обиды с ее стороны, когда вот я пришла вот туда, а меня как бы вот никто не узнал. То есть и бывает там на всякие фестивали ездим, да, и ходим как вполне посторонние люди. Но стоит где-то что-то заикнуться, и сразу уже начинается движение вокруг. Особые отношения? Ну, естественно, да. Насколько особые? Ну, когда звучит там цифра 2 миллиона подписчиков, удивляются люди. Наташ, ты действительно ждешь к себе особенного отношения? Нет, я к себе не жду особого отношения, но когда мы посещаем, правильно Леша сказал, фестивали какие-то, это, то есть блогерские вечеринки, скажем так, на фоне действительно крупных блогеров, я меркну, и хочется, чтобы меня тоже узнавали. Но в повседневной жизни, да, часто узнают и в Калуге, и в Москве, и в Турции, в аптеках, говорят, ух, здравствуйте, а мы на вас подписаны, вы же в социальных сетях ведете блог про медицину, а вот я фармацент смотрю у вас. Все равно узнаваемость есть по поводу постов, по фотографиям о том, что разница в возрасте в основном обидна мне. Мне пишут о том, что муж выглядит лучше, чем я, что разницы в возрасте не видно, скорее, ему 45, и вам 45, в принципе, гармонично смотритесь, поэтому в этих постах в основном его хвалят, а меня ругают. Но опять же, к этому стараюсь относиться лояльно, насколько это только возможно. А как вы это все переживаете внутри семьи? Смеетесь над этим? Да, да. В основном, да, смеемся. Единственное, бывают моменты, когда пишут действительно адекватные, зрелые люди, и это чувствуется, когда читаешь комментарии. Вот я с мужем делюсь, говорю, смотри, нам написали, там, допустим, там, Наталья, вам нужно похудеть, мужа, там, спинку выдержать получше, еще что-то. То есть на адекватный комментарий мы обращаем внимание. А когда... Но это же не прошенные советы. А я блогер. Я к этому привыкла. Скажите, может ли хейт стать причиной какого-то семейного конфликта? Хейт в сети. Так вышло, что с хейтом особо не сталкиваемся. Бывают иногда случаи... Ну, ты наоборот такой радуешься. Да, хейтом обычно мы радуемся, потому что, о, это значит, что ты не безразличен людям. Потому что у меня даже на обучении у учеников есть праздник первого хейтера. Как только появляется первый хейтер, я говорю, все, теперь вы не никто. Тортик, свечка. А кто? Теперь вы медийная личность. Если появился хейт, то, скорее всего, это значит, что ролик залетел на людей, которые тебя никогда в жизни до этого раньше не видели. Соответственно, ты привлекаешь новую аудиторию. Ты уже понял, как ее привлекать, а дальше уже аудитория сама отсеется на ту, которая тебе нужна, и которая тебе, собственно, неприятна и не нужна. Можно сказать, что вы с Татьяной блогеры оба. У тебя более крупный блог, у Татьяны маленький. У вас есть какое-то соревнование внутри семьи? Нет, мне кажется. Нет, у вас нет соревнований, потому что мы друг другу помогаем в развитии. Ну, во-первых, если бы не Таня, то моего блога не было. Это почему? О, это очень интересная история. Если в двух словах, я до этого на полной основе работал видеографом, и в какой-то момент я завел блог, и я встал на линию, когда я понял, что я в одной сфере выгорел. Хочу идти в блог, но понимаю, что тут у меня есть стабильный заработок, вот это все, на мне семья, ребенок. А там блог, ничего не известно, но как будто я знаю, что. Ну вот там вот что-то у меня получится, я хочу туда. И в этот момент Таня сделала очень правильное решение. Она, что нетипично, обычно наоборот происходит, подарила мне новый телефон с хорошей камерой, их даже три, и сказала, дружок, иди снимай, мы как бы без хлеба не останемся. И это на самом деле было безумным важным шагом поддержки, потому что очень часто, как только кто-то в семье начинает заниматься блогерством, до сих пор вот этот вот есть налет, когда говоришь блогер, все равно есть такое что-то, а нормальная работа у тебя есть. И не встречаешь вот этой поддержки, поэтому тебе приходится ездить, как ребята ездят, на конференции, на фестивали, где хоть кто-то есть такой же, как ты, где посмотришь и скажешь, да все нормально, есть такие люди, все хорошо. И как мне повезло, что у меня в семье оказался такой человек, который говорит, давай, давай, мы тебя поддержим, все нормально. Юля, у тебя большая семья, у тебя муж и четверо детей. Все ли они поддерживают и понимают особенности твоей профессиональной деятельности? Да, у меня четверо детей, старшему 18, близнецам 17 и дочка 7. И они очень сильно гордятся мной, что я блогер. Но не все снимаются в контенте, скажем так. Старший категорически против, чтобы я что-то показывала. И когда он видит камеру, он разворачивается, выходит из кухни, из комнаты и говорит, удали. Ну то есть я понимаю, я уважаю его желания, это нормально, не все хотят быть медийными, а вот близнецы, конечно, они вот обожают вот этот вот контент. Я хотела сказать про хейт и про поддержку. Меня действительно поддерживают все, это не сразу было. Они смотрели, ну пусть развлекаются, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас колоссальная поддержка, потому что результат крутой, потому что блогерство это все-таки заработок, это профессия уже. И самое тяжелое, что я общаюсь со многими людьми, и очень многих девушек, в основном у меня девушки, не поддерживает семья. Это действительно очень тяжело. И вот они, наверное, хейтеры. Хейтеры, которые из близкого окружения, когда говорят, куда ты пошла, что ты там делаешь, что ты как клоун. Со мной так не было. У меня личные границы железобетонные, мне такое попробуй, скажи. А многих это прям вот подбивает. И вот это вот тяжело. Давай поговорим про мужа. Как он относится? Дети понятно. Кто-то в это играет, кто-то не играет. Муж очень сильно гордится и прям поддерживает, но не сразу был включен в процесс. Я работала в найме, когда начала вести блог, точно так же, как Наталья совмещать. И он, ну, развлекается человек, ну ладно. И не сразу там хотел сниматься, не сразу он понимал, как для меня это серьезно. Он относился к это как к развлечению. Сейчас он понимает, что это полноценная работа, и ребята не дадут соврать, что когда ты в найме работаешь, у тебя определенный график, да, ты можешь уйти в 18 часов. Блогерство это 24 на 7. И, конечно же, иногда мне прилетает такое, опять ты с телефоном. И вы знаете, вот самое грустное... От детей и мужа, в смысле. Да, да, да. У меня там, это другая уже тема разговора, у меня в этом плане планирование, да, что я планирую даже выходные с детьми, потому что иначе по-другому никак. Ну вот, например, у меня младший ребенок, дочка говорит, мама, как всегда, с телефоном. Она даже на площадке это сказала, а, это моя мама, но она всегда в телефоне, вы не обращайте внимания. И мне так стыдно стало. У меня тоже периодически бывает, когда вроде сын Миши говорит, пойдем играть, 4 годика, пойдем играть там во что-нибудь. Я говорю, конечно, пойдем. И я понимаю, что через 5 минут... И в этот момент ты думаешь, это же контент. Это да, через 5 минут он сидит, играет, а я что-то там отвечаю работникам. Рабочие вопросы, да, да, да. Он берет телефон, говорит, пап, хватит работать. Убери телефон. И вот в этот момент такое отеческое сердце, сынок, да, конечно, я тебе всю жизнь посвящу. Через 5 минут я опять уже работаю. И тут надо на самом деле понимать, что очень важно семью с работой все равно не путать. Когда ты блогер, ты действительно не можешь не работать. У тебя постоянно что-то происходит, ты постоянно в инфополе, и здесь надо себя ограничивать. Потому что, ну, тут тоже кажется, чего ты там пофоткал, выложил, кнопочек... Конечно, конечно. То есть кажется, что эта работа нетрудная. Ну, и действительно, вы не валите лес, не таскаете мешки. Возникает вот это обманчивое впечатление, что, ну, подумаешь, но это же не сложно. Проблема в том, что с этой работой нельзя уйти. Ну, то есть ты не можешь уйти с работы домой, и все, работа закончилась. Ну, то есть это надо быть, мне кажется, очень сильно высокоорганизованным человеком, структурированным. А тут у тебя какой-то бесконечный поток каких-то сообщений, каких-то ответов, решений вопросов, задачи, все равно приходится на это отвлекаться. Здесь надо разграничиваться. Разучиваешься отдыхать. Это очень странный побочный эффект работы блогером. Когда ты едешь в путешествие или на отдых, ты не можешь отключить голову и начать себе наслаждаться, потому что, смотря на что, ты такой, контент, контент замечательное, это выложу, это расскажу. Не то, что тебе этого не хочется, тебе и хочется. Да, нет такого, что это тебе противно, но ты понимаешь, что твой мозг не может остановиться. Он постоянно в поиске чего-то, генерации каких-то идей. Это иногда раздражает, потому что, когда смотришь, приедешь куда-нибудь на отдых и видишь людей, которые, понимаешь, у них есть рабочий график, офис, и он сейчас отдыхает, а ты нет. Даже здесь чувствуешь чувство вины, когда ты начинаешь отдыхать, без телефона, не отвечая на звонки, на вопросы, на мессенджеры, и думаешь, так, я не буду трогать, я отдохну. И вот это вот чувство вины от того, что ты отдыхаешь, оно очень сильно гложет. С этим тоже нужно работать. Юля, расскажи, пожалуйста, про свой график. Как ты к нему пришла и как ты его выстроила? Я так понимаю, что ты все-таки разделяешь. Чтобы не чувствовать себя плохой мамой, чтобы все-таки как-то отдыхать, не быть 24 на 7 в гонке. У меня есть самое важное, это суббота, неприкосновенный день. Он только с семьей. И также качественные проведения, например, с дочерью. Если мы читаем, значит, я телефон убираю. Это очень тяжело, такая ломка вообще просто, на самом деле. Но 10-30 минут, вот у нас, когда настроение есть у дочери, мы читаем без телефонов, без гаджетов, обсуждаем. Также есть такая традиция, как с детьми готовить. У меня, например, близнецы очень сильно любят готовить, и мы с ними выбираем, они выбирают какой-то рецепт. Мы с ними начинаем что-то готовить, общаться в этот момент. Потом по пятницам у нас фильмы с сыном, с младшим сыном. Это он такой киноман. Но я понимаю, что внедряя в такие моменты качественного проведения с детьми времени, они хотя бы убирают эту тревогу, что я плохая мать. Они дают возможность большее количество времени с ними провести. И вообще, у кого есть дети, я вот практикую с каждым по отдельности проводить время. Тогда у них не будет такого, что там мама вся в работе, мама в телефоне. Вот в этом плане планирование помогает. Конечно, я иногда могу отойти от этих планов, но стараюсь все-таки это внедрять. Ну и с мужем у нас всегда мы смотрим фильмы, это наша традиция. Вообще, я считаю, что традиции в семье, они очень сильно укрепляют. Хоть блогер ты, хоть в шахте работаешь. Наташа, а в вашей семье есть ли что-то подобное? Моменты, когда ты не блогер, а просто мамы и жена? Абсолютно. Но я всегда блогер, и это действительно проблема. И добавлю даже больше. У меня из-за блогерства были проблемы со здоровьем. Потому что когда ты сидишь вот так вот 24 на 7... А зачем ты сидишь так 24 на 7? Это общение с рекламодателями, это заключение договоров, это обмен по всем социальным сетям, потому что у меня их много. Их много, а я одна. И со всеми я всегда должна быть на связи и делать все вовремя. У тебя нет никакой команды? Нет. Моя команда – это я, дочь и муж. Все. Но здесь они мне помочь ничего не могут, помимо совместного фото или видео. В основном это все только на моих плечах. И долгое время препровождение в телефоне приводит к бессоннице. Я с этим столкнулась лично. То есть я ложусь спать, я устала сидеть в телефоне, но мой мозг не может отключиться. Я уже начала подключать физическую активность, побольше гулять, максимально много гулять. В выходные дни стараюсь за телефон не браться, но только стараюсь, я за него в любом случае берусь. Порой пытаюсь сделать работу впрок, то есть снять сразу побольше роликов, сделать побольше постов, заранее с рекламодателями все обсудить, чтобы, например, субботу и воскресенье были относительно свободны. Но когда я всем этим занимаюсь впрок, я устаю еще больше. Не только в блогерстве это может быть, это в любом бизнесе может быть офлайн. Здесь, поделюсь своим опытом, это отсутствие делегирования. Делегирование – это рост. У меня команда, у меня 15 человек людей, которые договорами занимаются, юрист, контентом занимаются, контент-мейкер, фотограф фотографирует. И вот здесь, конечно, нужно делегирование включать, потому что действительно от того, что мы каждый раз с телефоном и решаем задач очень много, здесь можно действительно и выгореть. И эти ролики уже не нужны будут никому вообще. Очень много людей, которые захотят поработать с блогером даже для своего опыта. Поэтому можно посмотреть в эту сторону. Это очень хороший путь в развитие и в масштабирование. Я думаю, что я к этому приду. У меня нет выбора. Давайте поговорим о том, как вы все начинали и насколько сложным был вот этот выход в блогерство, когда вы еще где-то работали и при этом пытались вести блог. Я операционная медицинская сестра, работаю в Калужской областной клинической больнице. И сейчас? И на сей момент тоже работаю там. А как же это можно совмещать? Когда я только начала вести свои блоги, это вообще стало неожиданно и непонятно. Мне дочка сказала, вот попробуй снять видео куда-нибудь. Я это сделала, и видео уже сразу набрало 100 тысяч просмотров. Я поняла, что надо снимать дальше. Но не учла одного момента. Я снимала в стенах больницы. На фоне какого-то оборудования, на фоне пациентов? Нет, конечно, ничьих лиц не было показано в кадре. Но было понятно, что это Калужская областная больница. На работе меня вызвали к главной сестре. Мы с ней поговорили о том, что я не должна снимать в больнице. Если я не хочу удалять свои блоги, я должна удалить все видео. На фоне какой-то плитки, может быть, кровати, кушетки. Я так и сделала. Я удалила абсолютно все видеоролики, и моя социальная сеть была пустая. Там не было вообще ни одного ролика. Но было в районе 100 тысяч подписчиков. Потом они все начали активно отписываться. И я поняла, что так нельзя даже по отношению к этим 100 тысячам подписчикам относиться. Я начала снимать дома. И все, опять люди начали подписываться. И что самое хорошее, я нашла свою узкую специальность и начала снимать именно узкий контент, узкий профиль. Раньше у меня было все в сборе. А сейчас? А сейчас у меня контент исключительно на медицинские темы. То есть ты делишься своими профессиональными знаниями? Не совсем. Это идет в каком-то смысле плагиат. Это учебники, это медицинские журналы. Это медицинские сайты. То есть мне надо везде брать откуда-то информацию. Либо короткие факты. Они вроде всем известны, но почему-то людям это интересно смотреть. Но ты их преподносишь популярно. Наверное, в том, что вы делаете, Таня и Тимофей, наверняка, тоже нет никакого секрета. Нет, никакого секрета какого-то суперособенного нет. Но за счет того, что это сделано действительно таким популярным языком. С юмором очень важно. За что вообще блог, блогерство само по себе хорошо? О том, что можешь разговаривать с людьми на нормальном языке, тебе не надо что-то формализовать. Ты вот как вы разговариваете на кухне, так ты можешь разговаривать в блоге, и, соответственно, людей это притягивает. Плюс, да, когда ты на что-то давно всем известное и понятное, это как жанр стендап, он смешной, потому что вот он про тебя, он про каждого. Много ли времени уходит на то, чтобы найти вот свой стиль, свою нишу, свою тему? Как это вот происходит, этот щемчок? А нет какого-то, мне кажется, универсального ответа на этот вопрос, потому что в любом случае какое-то время должно пройти, у тебя в голове сложится такая компиляция, ты там что-то посмотришь, здесь посмотришь, и у тебя это родится. Ты, ну, как бы гениальный, не можешь такой выйти. Это очень частая проблема новичков, когда пытаются начать с чего-то, да, начать снимать и так далее, все стараются сразу все сделать идеально. И надо, чтобы сразу вот и первый ролик залетел, и чтобы она все чудесно разговаривала, рассказывала, и чтобы было все прям с нуля. И чем дольше ты вот эту вот жвачку мысленную жуешь, тем опыт это не прибавляется, и картинка, и видео, и все остальное лучше тоже не становится. Поэтому только методом проб, мне кажется. Да, мне кажется, лучший враг вообще у блогера это перфекционизм, когда ты пытаешься вот до идеала довести, глядя на чужие картинки, глядя на большие продакшены, где блогерами занимаются прям такие большие группы, вложены большие деньги, ты смотришь, думаешь, ну, куда мне до них. А чаще всего залетают ролики, снятые просто дома на балконе, на фоне плитки, в больнице, где-нибудь просто идя по улице. Но когда ты делаешь интересный контент, когда ты рассказываешь интересные штуки, этого достаточно для того, чтобы начать потом. Ты можешь увеличивать свой продакшен, снимать со светом, с дорогими камерами, но люди не за этим идут. Зачем к вам идут люди? Зачем к тебе конкретно идут, Тимофей? Во-первых, получить дозу дофамина, посмеяться. Ну, мне очень часто... Очень часто фраза типа, видео сделала мой день. Очень классно, когда у тебя есть моменты, где ты можешь морально выдохнуть и такой, можно посмеяться, все нормально, все здорово. Наташка, зачем к тебе идут люди? Я вот почему-то сейчас разделила всех своих подписчиков на три категории. Первая категория – это мужчины, и они об этом пишут. Нам все равно, что ты вещаешь, мы смотрим на тебя. Вторая категория – это действительно люди, которые ищут для себя какую-то информацию, как правильно засыпать, в какой позе лучше спать, чтобы не было изжоги и так далее. То есть они читают меня. А третья категория – это именно хейт. То есть что бы я ни опубликовала, что бы я ни выложила, я и даже в лицо знаю. Мне кажется, я вот сейчас на улице увижу, я узнаю своих хейтеров. Их два. Но знаете, что самое интересное? Когда мне кто-то другой что-то обидно пишут, эти двое начинают на тех ругаться. Они думают, что только они имеют право написать что-то обидно. Это только их прерогатива. И я поняла, что такое истинные хейтеры. Поэтому, видимо, их блокировали. Юль, как ты считаешь, зачем люди идут к тебе? Я человек-мотиватор, и я человек, который показывает рост. Люди мотивируются моим ростом. Они хотят так же. Они хотят какого-то совета даже по блогерству. Они хотят понять, как им двигаться, какие ролики записывать и так далее. Я думаю, что они идут за мотивацией. Как вы думаете, есть ли какие-то общие черты у семей блогеров? Да. Они всегда с телефоном. Блогерские семьи, они такие, они все снимают, и у них общая черта, у них есть полный архив их семьи. Они могут вспомнить любой момент каждого дня. Это, кстати, очень здорово, мне кажется. В отличие от нашего детства, когда у нас, условно, 20 фотографий есть, тут у тебя все есть полностью как-то рост. Это классно. Мне кажется, блогерские семьи, они более сплоченные. Потому что там есть понимание, и когда мама или папа занимаются блогерством, семья, как правило, поддерживают, потому что понимают, какой результат будет, что из этого следует. Мне очень понравилось, как Алексей сказал, что мне это интереснее. Это очень ценное мнение, кстати. Тебе ничего подобного не говорят твои дети, муж? Ну, я еще раз повторю, они очень сильно гордятся, они мне прям об этом говорят. Мама, мы очень сильно гордимся. Плюс ко всему, они ходят там с друзьями, общаются, они всегда говорят, друзья, говорят, какая же крутая у вас мама. Я вот вижу, что они прям очень сильно горды этим. Потому что я же показываю много и наших взаимоотношений. И плюс ко всему у меня такой нестандартный подход к воспитанию. Я позволяю многое. Нет у нас запретов, но у нас есть всегда разговоры. А то, что ты выкладываешь какие-то тонкие семейные моменты, например, как вы там поссорились, или что ты, может быть, что-то там запретила, или поставила какие-то условия детям, что они должны сначала вот это выполнить, а потом что-то получат. И это становится достоянием всех. Дети блогеров, они, наверное, более открытые, они готовы к тому, что где-то что-то мама выложит. Но я хочу сказать, я всегда все согласовываю с детьми и с мужем. Даже был такой момент, когда я мужу подарила, у меня есть ролик, я подарила мужу абонемент в спортзал. Начала это снимать, эту реакцию, и он просто на меня рявкнул. Попили свою камеру. И я понимаю, что ему был этот момент неприятным. Потом мы помирились, конечно, мы это обсудили. Я говорю, можно выложить? Телекон стал стоять у куста там, скрыт. И он говорит, да, конечно, выкладывай. Это же классный контент. То есть он разрешил выложить, где он же сорвался. Да, да. Потому что, понимаете, мы люди-блогеры, которые понимают, что эмоции могут быть разные. И люди, а на то и люди, это не идеальная картинка. Здравствуйте, мы счастливая семья. Нет, мы живем, мы можем ругаться, мы можем ссориться, мы можем обижаться. И поэтому, но, повторюсь, все по согласованию всегда. Да. Мне еще кажется, тут вопрос, в какой возраст ребенок вошел в твое блогерство. Вот если у нас взять сына, ему, опять же, 4 года, и он с этим родился, для него это норма. Он приходит, мы какую-нибудь игрушку купили, он приходит домой, пап, давай с ним распаковку. Давай обзор делать, да. Распаковку, обзор, я ему это снял, он сидит, смотрит сам на себя, говорит, хорошо, интересно смотреть. То есть он это видит на ютубе, для него это уже норма жизни, как, не знаю, видеозвонок по телефону. А вам не кажется, что мы таким образом в детях воспитываем нарциссизм? Ну вот они привыкают заниматься этим самолюбованием, вот распаковка, вот я там такой классный. На самом деле, мне кажется, нет, потому что есть огромное количество примеров детей блогеров, которые вообще не пошли по этим стопам, с учетом, что их даже родители снимали, снимали с самого детства. Они в итоге выбрали свой путь, и тут, наверное, мне кажется, многое зависит от родителей, когда ты говоришь, дружище, у тебя там миллион дорог, выбирай, пожалуйста, нравится это, я там в этой разбираюсь, могу помочь. Не нравится, иди. И, скорее всего, если ты не будешь заставлять ребенка, потому что есть же, опять же, противоположная сторона, есть много детей, которые не собирались становиться блогерами, но родители понимают, что на этом можно сделать огромное количество денег, а детский контент – это один из самых просматриваемых контентов в мире, и если заставлять ребенка что-то делать на камеру, с этого можно неплохо заработать. Но тут вопрос, поломаешь ты ребенку жизнь или нет, ну, то есть, хотел он этого или нет, потому что, ну, опять же, это тяжелая работа, действительно, это съемки, свет, постоянно надо быть там в тонусе, вот это все. Если ты ребенку даешь выбор, то, если он придет в блогерство, это будет его выбор, ну, никакого нарциссизма почему нет. Наташа, для вас. Вы вовлекаете детей в съемки? Да, я ни с кем не согласовываю, ни с мужем, ни с ребенком. Мне понравилась фотография, я ее выложила. Никто не против. Слава богу, ни муж не ругался, ни дочка не ругалась, наоборот, мама, сколько там просмотров, а сколько там просмотров. Что касаемо блогерства со стороны моей дочери, у нее 150 блогов. Она снимает какие-то игры на телефоне, потом она просто занимается какими-то танцами перед телефоном. Также у нее есть страничка в одной социальной сети, где снимаю ее только я, где уже ролики профессиональные, в студии, с микрофоном, научно-познавательные. Но она говорит, что это никому не нужно. И вот она думает, что то, что снимает она, это интересно. Но я стараюсь ее направлять именно по блогерству в нужное русло, но она пока туда не идет. Нужное это какое? Какое? Ты считаешь нужным руслом? Хотя бы красивая картинка. То есть перед съемкой, ну хотя бы камеру нужно протереть. Хотя бы так. А дети, они еще этого не понимают. Они думают, что они телефон поставили, что-то сняли и все ждут, когда там будут просмотры и лайки. А я пытаюсь ей такой контент преподнести, в котором бы она была успешной, с красивой картинкой, научно-познавательной. То есть уже пускай для маленьких, но профессиональной. То есть я маленькую себя выращиваю, мне кажется. Наташа, ну а вот это вот желание у девятилетнего ребенка получить как можно больше просмотров и лайков, тебя как-то внутри как маму не напрягает? Что вот она работает на оценку фактически. Ждет, как ее оценит большое количество людей. Абсолютно никак не напрягает, потому что кого бы из детей я не знала, практически каждый ребенок считает себя блогером, и все они считают и количество лайков, и количество просмотров, количество подписчиков. То есть у них сейчас это модно. Это, кстати, сейчас популярный ответ на вопрос, кем ты хочешь быть. Многие дети говорят, что хотят стать блогерами. Вы бы такому ребенку что бы сказали, от чего бы его предостерегли? Хочется? Попробуй. Здесь входной порог небольшой. Ну и мне кажется, когда дети еще видят со стороны, как это все выглядит, меньше желания происходит. Никогда нет иллюзорной вот этой картинки. То есть не по родную сторону блогерства. Единственное, мне кажется, надо ребенку, да и в общем большинству людям объяснить, что в любой сфере медицина, кино, блогерства существуют звезды, а существуют рядовые работники. И надо понимать, что когда люди смотрят и говорят, о, актер, я тоже хочу быть актером, потому что они там зарабатывают много, и они там снимаются, и это интересно. Но надо понимать, что это 1%, существует 99%, которые работают в театрах, которые работают не за высокую зарплату, которые работают очень много и сильно, так же, как те. И так в любой сфере. И надо ребенку немножко, как будто бы, может быть, развеять иллюзию, что сказать тебе придется, но пройти путь в любой профессии. Блогерство то же самое. Не будет такого, что блогер равно ты там миллионер у тебя, ты живешь где-то все время на островах. Я периодически разговариваю с детьми, говорю о том, что если захотите быть блогером, первое, что я говорю, нужно будет быть готовым работать на имя первое время. И это не всегда сразу результат, но в принципе, как и в любой профессии. Плюс ко всему я говорю про хейт, что может быть такое, что придут какие-то люди, чужие, с комментариями, которые вам будут не нравиться. Слушайте, для меня вообще хейт самое такое тяжелое в семейном плане, потому что мои дети слезят за мной в соцсетях, кроме младшей. И я понимаю, они читают, у меня там несколько роликов залетели, причем они такие безобидные, и там прошлись и по мне, и по детям, и по коту бедному. Для меня вот это сложное, что дети это видят, и они принимают это на себя, и они расстраиваются на тот момент. Сейчас нет уже, они понимают. Вообще хейт – это налог на популярность. Я так всегда говорю, поэтому без этого можно, конечно, но это вариант нормы. Твои дети не пытаются вести блоги? Дочь, да, там записывает видео, как у Натальи, точно так же, какие-то там танцульки и так далее. Нет, абсолютно, хотя старший у меня вообще айтишник, и он помогает мне очень сильно в технических моментах, написании презентации, топлинки делает и так далее. Но он, вот просто не снимать меня, потому что меня могут считать, он мне говорит. Когда люди будут нас видеть, им легче будет нам навредить. Я не знаю, почему у него такое понимание. Ну, в общем, близнецы нет, они актерским занимались долгое время, и сейчас, мне кажется, они подвыгорели тоже. То есть одного блогера в семье достаточно? Я думаю, что да, им вот сверх. Хоть я человек такой жесткий, могу где-то властный сказать, нам это необходимо, но я всегда считаю их все-таки выбором. Сейчас у вас есть возможность рассказать что-то о своей жизни, да, и внутреннем ощущении для людей, для которых блогинг – ну, это что-то такое диковинное, может быть, какая-то блажь. Вот что бы вы сказали главное? Что это на самом деле? Это не так просто, как кажется со стороны. Я даже скажу больше – это сложно. Я бы сказал, что это профессия, которая открывает достаточно много дверей. Наверное, мало в мире есть таких профессий, которые могут тебя, если ты захочешь, привести в любую сферу, к любым личностям. Ты всегда найдешь человека, который подписан на тебя, и это на самом деле так здорово, и у тебя такие границы стираются, и это безумно интересно. Это очень много классного общения, классных людей, и плюс это возможность заниматься тем, что тебе в данный момент интересно. Ну, то есть ты выстроил достаточно сильный личный бренд, тебя уже знают, занимался этим, подвыгорел, надоело, решил перейти в другую сферу, но у тебя за спиной есть вот этот бэкграунд, который тебе уже дает такую хорошую площадку для старого. Да, у тебя есть твое имя, и ты завтра, и я такой, все, я про фотографию не хочу, рыбалка, рыбалка. Ну, кто-то, понятно, скажет, все, Тимофей, спасибо, было приятно, я не с тобой, но у тебя общая масса останется, которая как-то что-то перейдет. И на самом деле, вот когда про детей говорили, мне кажется, очень хорошая мысль, что раньше не было такого выбора, если ты закончил образование на конкретную специальность, ты идешь и всю жизнь работаешь, потом гордишься, у меня одна запись трудовой книги, я 60-70 лет отпахал, я молодец. И сегодня, кстати, есть такой сейчас конфликт отцов и детей, когда не понимают родители, как так, ты что, ты поработал месяц, ты куда ушел? Есть очень классная возможность попробовать все. Ну, возможность блогера заключается не в том, что только делать хороший контент, а еще и удержаться на своих позициях. Вот это вот самое трудное, и про других блогеров не могу сказать, живу с одним. И, соответственно, очень сильно они расстраиваются, блогеры, когда теряют свои позиции. Очень сильный плагиат развит в этой теме. Может, вот кто-то из ребят сталкивался с этим, вот Наталья не успеет выложить ролик, то есть идентичные медицинские девушки в халатиках, выкладывают практически то же самое, только с другим лицом. Ну, со временем, конечно, когда ты ко всему привыкаешь, и они даже дружат между собой, при том, что друг у друга подворовывают контент. Ну, иногда вот мы с ней цепляемся, то есть я где-то что-то подкину, какую-то идейку, где-то какая-то, правда, литература помогает и все такое. Я знаю, что Наталья не может работать с людьми как профессиональный врач. Ну, вот поэтому присутствует и народная медицина, где-то какие-то советы забытые, бабушкины, как говорится, и все такое выкладываем на всем, поднимаем аудиторию. Ну, уж не могу не задать такой вопрос. Все-таки медицина – это очень ответственная сфера. Не боитесь навредить советами, Наташа? Боюсь. Об этом тоже очень долго и очень часто задумывалась. Но, скажу так, в социальных сетях у меня выходит приблизительно 6 постов в день. И один пост может противоречить другому. То есть здесь пишется о том, что, например, сухой кашель такой-то травой нужно лечить, а влажный такой-то. В другом посте это противоречит предыдущему. Скажу вам так, что и под тем, и под тем люди пишут спасибо, что помогло, и под каждый совет находится своя аудитория. Также у меня написано огромными буквами во всех социальных сетях о том, что я операционная сестра. Я не врач. Весь контент несет исключительно ознакомительно развлекательный характер. Если бы люди читали, что написано, мне недавно девушку написала, здравствуйте, вы делаете фото на паспорт? В общем и целом. Если очень хочется, конечно нет. Что вообще люди про блогерство не понимают, а хотелось бы, чтобы понимали? Кто пойдет в блогерство, у того откроется, правда, очень большое количество дорог. Потому что, когда мы идем в блогерство, мы начинаем прокачивать себя со всех разных сторон. Тут нужно будет и с головой поработать, какие-то свои установки убрать. Здесь нужно будет работать над речью. Тут нужно будет... Но здесь даже не то, что нужно. Мне просто захотелось это. Я начала читать. Я вернула чтение в свою жизнь. Я начала заниматься танцами. Я начала работать со стилистами. У меня есть визажист, который собирает всегда меня на все мероприятия почти. И здесь вот этот мир, он становится яркий, широкий и открытый. И здесь вот очень много возможностей. То есть здесь себя нужно будет прокачивать с разных сторон. Это не просто взять камеру, записать какую-то информацию и все, все полетело. Нет. Тут огромная работа над собой с разных сторон. Сталкиваетесь ли вы с завистью, что вот вы блогеры? И по определению это означает, что у вас просто куча, горы денег. Да, да. Есть такое. Люди думают, что если я веду блог, если я популярна, куда-то меня зовут постоянно, там, да, медийность растет, что у меня не может быть проблем финансовых, что у меня не может быть такого, что я где-то не рассчитала. Людей удивил ролик, что я там стол делала на пять тысяч рублей. И у людей, когда они видят, что это блогер, автоматически то, что у людей сразу нет, у блогеров, финансовых проблем. Вот это вот клеймо такое. Видишь, какие проблемы могут быть? У тебя никаких проблем нет, у тебя же деньги есть, ты же блогер. Вот с этим я сталкиваюсь, да, часто. Еще один такой нюанс. Люди, которые смотрят этот контент, неважно какой, они забывают обратную сторону о медали, это вложения. А какие вложения? Тебе для этого нужен свет, для этого нужна студия. Тебе приходится камеры улучшать, микрофоны улучшать, свет улучшать, студию наряжать. Даже если ты работаешь чисто только в кругу своей одной семьи, все равно нужны дополнительные какие-то вложения. Иногда эти вложения превышают доходы, иногда даже в разы. Когда мои подписчики смотрят мои фотографии и видео с мужем, с дочерью, когда мы где-то отдыхаем, все уверены, что это не блогерство. Все уверены, что у нас большая разница в возрасте. Мой муж миллионер, главный врач, бизнесмен. Я при него столько нового узнала, и прям так хочется написать, ну я блогер тоже, если что. Ну нет, у меня самый богатый муж, поэтому я с ним живу, и все деньги у нас оттуда. То есть сколько вообще приносит блог? Ты можешь что, сумму сказать, что ли? Да. Сколько приносит блог? Когда как. От 300 до 500 в месяц. Плюс ко всему у меня еще есть команда, которой я плачу зарплату, которые оплачивают услуги. Поэтому, ну что сказать еще, цифра. Идем к миллиону. Если сказать очень грубо, то это от 100 до 300 тысяч рублей. Но опять же, порой половина этой суммы уходит на раскачку и на какие-то будущие проекты. Что касательно наших доходов, цифры озвучивать досконально не буду, но скажу, что нам хватает на жизнь, хватает хорошо отдыхать, хватает, чтобы ребенок себе ни в чем не отказывал, у него было замечательное детство. Также кормим нашу команду, которая в том числе кормит нас тем, что работает вместе с нами. Мне все нравится. Больше, чем была работа видеографом. Я вижу у вас у всех одно общее качество. Вы своей жизнью довольны. И вижу, что каждый из вас работает над собой. Ваша работа заставляет вас развиваться. И при этом ваша семья, похоже, тоже жизнью с блогером довольна. Видит в этом какие-то положительные стороны. Три крупных жирных плюса – это уже очень много. А если вам кажется, что блогеры слишком хорошо живут, вы можете просто попробовать и на своей шкуре испытать, насколько это непросто. Давайте на этом сегодня поставим точку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!